Все старались не подавать вида, но скрыть волнение было нелегко. И неудивительно, впереди 30 непростых вопросов, ответ на каждый из них нужно дать спустя минуту. Рядом достойные соперники, а позади тяжелый рабочий день. Но стоило только начать. Незадолго до открытия моста Харбор-Бридж полиция арестовала вооруженного ничем человека, из-за действий которого пострадала она. Назовите ее одним словом. Гребен. На какие-то вопросы отвечали моментально, над другими пришлось подумать. Главное правило и залог успеха – совместная интеллектуальная работа. Любые варианты ответов, которые возникают у участников команды, необходимо высказывать вслух. Даже абсурдная, на первый взгляд, версия может оказаться верной. Среди новичков играли и знатоки, капитан команды профи-медиа Вадим Кочугов, что где когда участвует уже давно. Но игра с коллегами оказалась дебютной для него. Для начинающих даже провел на работе несколько так называемых тренировочных раундов. Можно собраться командой, мы все вместе работаем. Соответственно, мы все коллеги. И впервые пришли поучаствовать. Это интересно, необычно. Такая корпоративная игра во Владивостоке прошла впервые. Ее инициаторы уверены – это старт новой полезной традиции для большинства городских компаний. В ней будут, я надеюсь, участвовать те люди, которым хочется разнообразить свой рабочий быт. И вечером после работы прийти и немножечко пошевелить, поразгонять мозги и провести хорошо время. Подобные корпоративные игры сегодня набирают популярность. Ведь их участники в условиях товарищеского соперничества раскрывают свои интеллектуальные способности и учатся быстро принимать совместные командные решения. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается на всем рабочем процессе. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.